В данном уроке мы установим и настроим наш блог. Необходимо в правом верхнем углу перейти в меню аккаунта. В выпадающем меню выбрать иконку платформы блогер. К нашему обозрению появится основное окно платформы. Здесь можно первоначально ознакомиться с направлением и возможностями применения данной платформы. Далее переходим по кнопке «Создать блог». Выбираем наш аккаунт, на котором будем устанавливать наш блог. Всего скорее платформа. Еще раз запросит пароль для входа. Жмем «Подтвердить». Указываем свое имя, которое будет отображаться в поисковых системах. И переходим на саму платформу. В открывшемся окне советую ознакомиться с общей информацией, чтобы в дальнейшем не возникало у вас никаких вопросов. В верхнем левом углу переходим по вкладке «Создать блог». Здесь нужно указать название нашей тематики, которое будет отображаться во вкладке нашего блога. Во второй строке «Подобрать заменное имя». Также желательно, чтобы название соответствовало содержанию нашего контента. Теперь важный момент. Обязательно выбираем данный шаблон. Жмем «Создать блог». Давайте перейдем в «Настройки» и выставим нужные нам параметры. Внимательно смотрите и повторяйте. При необходимости вернитесь и пересмотрите видео и сравните все проделанное. Переходим на вкладку «Дизайн». Будьте внимательны, сейчас будем удалять ненужные виджеты. Повторяйте все за мной. Переходим в папку, куда вы скачали архив с установочным файлом блога. Извлекаем файл из архива. Внутри архива у вас будут два готовых файла для установки на платформу блогер. Это и есть ваш готовый блог. Переходим на платформе во вкладку «Тема». Жмем на эти три точки. Далее «Восстановить». Следом «Загрузить». И выбираем на компьютере наши файлы. Первым устанавливаем файл под названием «Тема». Теперь переходим к просмотру нашего блога. Как видим, основной блок установился, но контента пока на нем нет. Перейдем к следующему шагу. Заходим во вкладку «Настройки». Далее «Импорт контента». Проходим к опчу. Далее «Импортировать». И выбираем на нашем компьютере второй файл под названием «Блог». Загружаем и жмем «Просмотр блога». Как видим, контент для блога загрузился. Теперь необходимо настроить, чтобы отображалось нужное нам меню блога. Переходим во вкладку «Дизайн», «Далее». Открываем виджет под названием страницы и ставим галочки напротив страниц, которые нам нужно отобразить в меню блога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В этом блоке можно зажать курсор и перетаскиванием установить порядок отображения в названиях самих вкладок. Потом нажать «Сохранить все наши настройки». Потом делаем «Сохранение всех основных настроек». Нажимаем на дискетку в правом нижнем углу. Жмем «Просмотреть блог». Как видим, настроенное нами меню теперь отображается так, как нужно. Давайте перейдем по одной из ссылок в меню. Все работает отлично. Если вам не нужен на каждой странице блок с комментированием, то отключите его. Можно прямо на странице. Кликнуть на карандашик и перейти в редактор. Во вкладке «Параметры» отметить пункт. Запретите скрыть существующие. И нажать «Готово». Давайте сразу сделаем небольшое описание страницы для поисковых систем. Не забывайте нажать «Готово». Не забываем обновлять отредактированный блок. Здесь во внутреннем редакторе видно все наши страницы, которые есть на блоге в этот момент. На этом данный урок заканчиваю. Переходите по порядку к другим. Подписывайтесь на мой канал. С�аркoning Squidроизмор Продолжение следует...